Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В прошлом занятии мы закончили на 9 стихе. Послание к Галатам, святого апостола Павла, глава 4. Я сейчас напомню, прочиту 8, 9 и 10 стих. Но тогда, не знав Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. 9. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. 10. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Толкование. Отсюда видно, что лжеапостолы проповедовали не только обрезание, но и соблюдение праздников и новомесячей. На прошлом занятии мы как раз рассуждали, зачем апостол Павел их укоряет, зачем вы возвращаетесь, написано, к вещественным началам. Я спросил, что такое вещественное начало. Ну, это вот наблюдение праздников и новомесячней, как выяснилось. Сегодня тоже у нас очень много праздников. в церкви двунадесятые праздники. И праздники, казалось бы, которые можно было бы и не соблюдать, а те, которые бы надо бы, чтить память, соблюдать, их почему-то нет. Вот об этом бы хотелось бы порассуждать. Кто может сказать? Пожалуйста. Отмечает праздник в Суретине. Надо помнить, что празднование у первой апостольской церкви было только одно, не считая Пасхи, крещение. И с ним вместе было совмещено Рождество. В один день справляли. А еще не спаслись. Первый век, рядом с Христом. Нигде повеления-то не было, что отмечаете другие праздники. А потом придумали двенадцать. И надо двенадцать. И вначале искусственно подбирать двенадцать. И в двенадцать праздников набрали, а их нету там. Ну, представь себе, сейчас, допустим, человеку пишут биографию. Ну, если, конечно, он был в хорошей семье, то его маленького фотографировали. И как он плачет, ролик сняли. И когда кончится жизнь его, допустим, Лёхчик погиб сейчас в Сирии. Ну, и как он прощается. А если ничего не было? Совершенно ничего нет. И тогда придется один снимок какой-то, или рисунок лепить рожденный, и он стоит здесь с папиросой. Но ребенок не мог курить. Дальше. Замуж женился. Опять та же картинка. Вот у православных то же самое. Рождество Богородицы. Праздник. Не какой-то, двунадесятый. Дальше. Придумали введение во храм. Вообще полслова даже нет в Библии. Введение. Как-то узнали число, назначили. Это все произвольно. И дальше уже накрутка такая идет. Только за голову схвативаешься. Да где я нахожусь? Вот она была маленькая. Отдали ее. Теперь надо нагнать на праздник. Есть святость такая была. Она жила во святого и святых. Понимаешь? Я не хочу говорить. Кроме написанного. Но это написано. Святое святых. Ты понимаешь, что это такое? Куда первый священник, патриарх. Один раз в год только мог заходить. А если кто-то зашел в смерть. Прям сразу смерть. А тут девчонку. Когда женщины вообще не бывали там в храме. Они в отдельном отделении были. А он Богородицу не признает. Я знаю, как теперь эти лжеправославные будут кричать. Но докажите, что закон был отменен. Она в Ветхом Завете. До Нового Завета еще она вырастет. Потом Христос вырастет. А потом только день 50-й СССР как образуется. Все по Ветхому Завету. И она бы жила там. Там не было ни окон, ни отдушин. Там ничего не было. В завесу я определенного такое место. И стоял ящик. Называется ковчег. Ковчеги лежали, скрижали. И с там, на с там, на этот сосуд с мамой оттуда. У них раньше там в другом месте два камня было. Камни принесли по Иордану, когда сухой был. И дети будут спрашивать, что за камни. А вы ответите, когда шли, Бог пересушил Иордан. И вот взяли со мной, чтобы доказать. Нет. Иордан повернулся вспять. Ну понимаешь, нигде ни одного слова нет. По истине-то у нас что бы. Она жила там в доме Божьем. Ну сказали бы при доме Божьем. Где-то там в Иерусалиме. Там недалеко от него жила бы с кем-то. Были такие, как Анна, дочь Вануила. Ее дали на воспитание. Ну хоть приблизительно, чтобы приемлемо было-то. Ну нельзя же одну дурнину гнать. Притом самого высокого пошиба на жульничество. И она была там. Значит она зайдет туда там. Ну ребенок же. Ребенку играть охота. Ну давайте предположим, что не куклы были у нее. У нее была Библия. И она в Библия зашла. А светильник зажигать там нельзя было. И что бы она в темноте делала-то? Ты считай книгу Маковейска. Когда Антиох пришел и вздумал туда войти. Как люди-то что делали? Девицы, которые на улицу не выходили. С распущенными волосами. Жены. Весь Иерусалим поднялся. Храм осквернен. Идут на смерть. Чтоб только этого не было. Ангел с неба спускается. Наводит порядок. Здесь каждый день она играет, бегает там туда. А что это монахи? Это все монахи нам придумывали. Праздник? Ну есть праздник, отмечаю. Но теперь. На Рождество Богородице-то. Надо хоть какое-то место Евангелия читать. Одна из женщин восликнула. Блаженная шрева тебя носившая. Сосы питавшая. Но она женщина-то восликнула. А Христос-то это не одобрил? А говорит блаженный слушающий и исполняющий. Слова женщины ни во что поставлены были. Ну это-то дальше. Ну нельзя быть таким. Это же не тупым надо быть. А вообще без мозгов. Слова женщины. Что она сказала блаженность шрева на тебя носившая. Христос как будто бы не слышал. А говорит блаженный слушающий и исполняющий. Теперь это слушающий и исполняющий из теории его нету. А вот эта ососа. Теперь к ее рождению. К ее рождению. Да до ососов-то еще на 14 лет надо дожить-то. Прочитали. Теперь 4-х летнюю повели в храм. Опять тоже считают. Ну сказка-то про дурака-то. Когда его научили где-то и говорит. И всегда говори вам, чтобы носить не переносить. Но ему сказали на свадьбе побыли. А он не знает. Несут мертвым. Говорят носить вам не переносить. Ему за шею эта притча есть такая. Это православная ставит. Еще что-то. А он на одно и то же ляпает и ляпает. Ее ввели в храм. Следующий праздник какой? По Богородице-то. Ну, Богородичные праздники. Это Благовещение. По Благовещении есть вот один праздник. Это можно было сделать. Дашь Успение. Но Успения еще нет. Блаженная шрева, носившаяся, сосы питавшаяся. В Евангелии сегодня батюшка считает. Я говорю, ты что? И на рождение, и на введение, и на похороны одно и то же. Да тебя в какую сказку-то заносить надо? А у него по Уставу написано. Ну Устав-то писали. Это совершенно ничего не соображают. Выходит. Ну сказать так. В Евангелии об этом ничего не написано. Это выдумка благочестивых монахов. Ну, можно хотя бы что-то дать-то, пояснение. Это люди, которые отходят от православия, у них больше оснований, чем у нас оснований держать в православии. Все не так. Двенадцать праздников. Воздвижение счастливого, жертворящего креста. Да праздник это не был, он не в то время. Это открытие храма было. Аят этого приспособили, перетянули события. Двести с лишним лет прошло, нас скопали и узнали, какой крест. Да у нас простояло десять лет сарай, теперь полностью, как будто он стоит, сгнил, на ровном месте стоит, осел и все. Ну, двести-то лет, ты раскопай, вон кладбище копают. И какие там сосновые, дубовые, гроба, все разрушено. Ну, это не фараоновы, где-то там пропитанные под этими саркофагами-то. Ну, даже согласен, все так. Ну, а дальше-то что, праздник? Попадает на воскресенье постный день. В воскресенье ничем нельзя заменить Христово, это высшее, что есть. Попадает усекновение Иоанна Крестителя постный день. А канон гласит, на воскресенье поститься нельзя. Ну, понимаешь, я не могу не задумываться, и поэтому я пощусь, как говорят. Но я вслух говорю, что не должно этого быть. Если попадет праздник усекновения Иоанна Крестителя от головы или воздвижения честного Житворящего Креста, на субботу и воскресенье поститься нельзя, потому что на праздник нет канона. А на субботу и воскресенье канон есть. Канон-то выше. А это пришло после канона, спустя, и оно устраняет первоначальный канон. Может? Не может. Не может. Апостол Павел это и показывает. Затем пришла благодать, закон потерял силу. Потерял силу из-за чего? Потому что в нем заложено было будущее. А здесь-то ничего не заложено. Не то, что талантливые, а даже никакие. Вот эти 12 праздников нацеплялись в Сретине. Тот не мог умереть. А дальше уже все это под сомнение, как ставится. 72 подогнали, 72 дня переводили. До Венхий Завет 72 дня ни один переводчик не переведет. Его годы надо слово к слову подыскивать. 72 по разным комнатам сидели. И так не переводится. Они сидят рядом и спрашивают, а как это? С кем-то советуется или что-то? Ты спроси. Ироним Стридонский перевел в Ульгату. Сколько лет ушло у него? За плечами не один десяток прошел лет. Православные, которые у нас в Синодальной Библии 4 духовных академии переводят. По частям это отдают. В течение месяца бывает 3 присутственных дня в Синоде. И один день из присутствия, когда можно было там принимать, посвящен переводу. И перевод рассматривают под председателем Филарета Дроздова. Он канонизирован будет. Это знание языков какое было. Хвольсон, еврей, крещеный. Доктор пилологического университета Лейпцигского. Это вообще были люди высочайшего знания, как Герасим Петрович Павский. Как будто бы не считали никогда. И они перевели, да, перевели, но ушло несколько лет. Да еще мешали. 30-летняя реакция будет. Потом опять возобновят. Потом будут искать переводы Архимандрита, Лавягином. Все это соединяют, сравнивают. Это кропотливая и трудная работа. Ты спроси. Когда переводили даже молитвы, дали не кому-то. Сергей Аверинцев, это считается филолог из филологов. Он недавно совсем умер-то здесь. Академик. И он попереводил несколько дней и отложил. Говорит, нельзя делать этого. Не перевести. Надо заложить, чтобы там было пренебесное озвучание. Соответствовало действительности. Соответствие языку. Вот у нас приезжали, это переводчики здесь. Не переводчики, а директор Новосибирского библейского общества. Булатов Алексей Владимирович. И они тогда деньги собирали. Они нас на первое место вывели, говорит. По всей стране собирают, а мы больше всех пожертвовали несколько раз. Тогда они двух американцев привезли и троих-то, помните? Вот здесь за столом сидели. И они говорят как, переводят там, Горный Алтай, это шорцы. Ну давайте, Горный Алтайцы будем звать их. Так они поехали в Санкт-Петербург, им там преподавали еврейский язык. Они там учились год, два, три. И теперь приехали и переводят. Теперь они переводят, слагают, смотрят. И люди с высшим образованием. Теперь этот, который они перевод написали, они едут в дальние аулы свои там, какие есть. И людям считают, это понятно, непонятно, аж какое слово, вот это. Они заменяют этого слова, чтобы народу-то понятно было-то. Какая работа? Теперь возвращаются, сверяют по словарям, это он там, ну все. Вот это правильно. Николай Японский переводит на японский язык. Ты знаешь, сколько он потратил? В первую очередь он засел, перезнать японский язык. Слово «путь» никак не переводится. Давай переводить на китайский язык. А с китайского языка теперь перевели. Потому что у нас «путь» одно слово. А у японцев семь значений. Один путь, по которому заключенные имеют право ходить. В другом только женщины. Какой путь-то нам взять-то? Есть путь истинной жизни. Понимаешь, сколько-то труда. А здесь 72 дня, и все. И сверили со слова в слово. Даже двое. Вот сейчас я скажу, ну вот вы все. Выйдите туда. И слушайте, я быстро буду считать. Считать то, что вы никогда не знали. Ну, буду рассказывать маленький рассказ, что я вчера смотрел по телевидению. А потом скажу, напишите по разным комнатам. Вы все просто напишите. Кто-то запомнил одно слово, кто-то другое, третье. Ну, сарафанное радио. Здесь 72 по разным кельям сидели и перевели. Какие кельи-то? Они у Филадельфа II были вызваны. Перевод-то там делали-то. В Александрии. Были переводчики, мы не знаем, какое качество их было. А вот перевод 70, 70 переводчиков, и все они поврось сидели и перевели, и все у всех одинаково. Ну, любой тебе скажет, что это не может быть. Триллионная степень вероятности, если бы этого не сделать. Это невозможно. Даже вот переводчики сейчас, хорошие переводчики, ну, такие, как Мэлор Стуруа. Его нельзя было отличить. Ну, есть такие переводчики. И им дать один и тот же текст переводить, двоим даже одинаково не перевести. Это еще, значит, мое воображение, а что за этим идет. Как это сказать? Какое мое знание жизни? Можно сделать красочный перевод, литературный, возвышенный, но не будет соответствовать действительству. Можем буквализмом передать, вот как переводили до этого, а оно не звучит совершенно. Взяхом, руку, придохом. Ну, давай я конкретно скажу. Я не вижу. А тут Милу Степана дать ей переводить-то. Ну, и кого еще тут? Такое-то. Это тоже на воронье. Ну, я скажу, допустим, вот эти двое, или он, Александра Михайловна. Простой рассказ. Ты же будешь, как батюшка говорит, рассказывать, какого цвета одежда была, да? Она не синтетика, она упивает со своей вещи, то ли еще. Деньги истратил, то не купил. Мне зачем эти ваши театры куда ходили-то? Ну, улучшитесь, боленька-то, ценить время-то люди. Ты в течение месяца, чтобы не вылазило слово в него, ты расходовала лимит свой, говорение. Притом больше, чем на месяц. Притом батюшка дважды, трижды говорит, ну ладно, даже батюшку не слышит, дальше говорит, и говорит, и говорит. Как Керенский, как Фидель Кастр, мог 30 часов говорить без перерыва. И ничего нигде нету. Гитлер говорил, да вся страна в трансе была. Вот оратор. Ну, теперь мы о чем говорим-то, чтобы не забыть-то. О праздниках вначале. Тогда еще еврейские были времена, и эти евреи пришли, стали им говорить. А что оно мешает? Дело не в том, что мешает. Пусть бы они праздновали, но они поставили, чтобы без этого не спастись. На днях на меня вышел греко-католик. То есть, греко-католик. То есть, они папу признаются, а слушают как по-православному. У меня ролик будет стоять. Ну, и стали говорить, я говорю, вы папу по ним упоминаете, да. А православные мне говорят, я не спасусь, в аду буду, потому что папу упоминаю. Я говорю, а откуда они это узнали? Папа идет от Петра, он законный. У нас патриарх идет от Андрея, Петр Андрея, родные братья были. Рукоположение сохранил, да вы уж. Он так удивился. Я говорю, я православный, у меня православный долбить будут за это. Я говорю, а вы патриарха какого-то поминаете? Нет. Дальше что-то я его еще такое спросил. Я говорю, папа, я подошел благословиться-то. Но я никогда не приму, что он бритый, это невозможно. Вот смотрите, где Рафаэль рисует Сиксинская Мадонна. Это одна из высочайших картин мира, если не картина номер один. Папа Сикс с бородой. Откуда взялся остальные-то католики? Так, второе. Крещение только краплением. Никогда нельзя согласиться. Зачем Евнух с Филиппом в воду сходили? Там брызнул бы из него на берегу, да и пошли домой, поехали. Нет. И третье, что у них нет причастия, как даже тело и кровь. А какую-то таблетку дают, называется обладка, обмакивают виной и дают. Я видел, белое-белое, как вот, ну как вот бывают какие-то у нас таблетки большие. Боюсь назвать-то, чтобы не оскорбить. Как снег. Белое, как снег. Ну, белое-то белое, у нас какие-то лекарственные бывают. Вот так. Ну, а я его признаю. И вот вначале говорить, и он, гляжу, уже как бы слышит-то. Сначала дал разрешение, не давал. А я говорю, да хорошее говорим, да, чтобы выставить в интернет-то. Ну, ладно. А когда поставил, маленькое время, он, не надо бы ставить, мне как товарищи скажут. Я говорю, не бойся, Бог за тебя. Мы говорили о хорошем. Вы дали согласие, я его выставлю. Он тогда, ну, Бог укрепляет тогда все. А если он до конца бы стоял, я бы его просто вычеркнул и прочее. Праздники, все остальное, какое у нас есть у католиков-то, не все одинаковое. Я же не сказал, Папа Бритый не спасется. Я говорю, за бороду, но не ставлю ее в такое главное. Но я буду говорить. Будешь бороду брить, я буду говорить, сколько вон встречается. Потому что это беззаконие. Вот образ для нас. Образ совершенный. Христос. Его даже не баптисты, никто Христа не изображает безбородом. Пророков всех рисует с бородами. Вот так. И что бы ты ни начал рассуждать, ты к Библии, когда повернешь, увидишь. Мы везде, в любом положении, должны идти точно на Христа. Вот это не надо, билюжины эти. Я говорю сейчас о праздниках. Ты правильно заметил. Что они считаете? Все против нас. Времена, сроки, посты, вот эти придумали посты, рождественские, то другое. Апостольский пост, только один в апостольских правилах. 69 правило. Великий пост и среда и пятница. Вот эти посты в 8 веке вводят. Да что, до 8 века никто не спасался, что ли? Это монахи. Они играли на чреве. Вот икру можно, лазаря из суббота-то, а рыбу нельзя. Ну тогда же разделить, это придумать надо. Ну а в каком веке придумали? Может в 14-м. А почему? Рыба это как гроб, а икра идет в жизнь, а то лазарь вышел оттуда. То есть пропуги не было. Только вот играли икрой, рыбой. Какую я колбасу съем, свину или гороховую? Такое значение имеет. Ну нету слова Божьего, и поэтому вот это вот дальше наслоение, вот о чем ты сейчас считаешь. Профессор Марстенковский выразился так. Отними у людей Евангелие, и на место его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закрыть. Зияющая смертельная рана. Это православие. Но я православный, поэтому все посты строго соблюдаю. Праздники все строго соблюдаю. Все, но я имею право сказать это. Это мое мнение, личное мнение, выстраданное. Вот сегодня я говорил, святые Божьи, а почему даже не размили эту мысль? На земле бы, а там детская песня, а нам надо свою песню, как, святые Божьи даже, святые, святые всемилостивые. Нам надо это. Нам нужен Бог не справедливый, говорит, только, но и главное, милосердие. По справедливости я в аду буду. Какая мне справедливость? Я справедливости не ищу у Бога. Мы в аду-то не достойны быть. Мне нужно только милосердие. Себя как вспомнишь, кто ты, только головой покрутишь Божий. Помилуй. В ужасе. Так это и любой, так скажет. Вот на него напали, когда он сказал. И шакал там, и бесноватый там этот Игорь. А всего-то на все он сказал, что под одно нельзя всех. Там были евреи, может быть, ехали татары, мусульмане. Всех отпевают. Всех. Ведь он не сказал, что туда вам и дорога проклятая. Ничего этого было, что только об отпевании. А они же куда повернули? Русофобия. Это люди совершенно неверующие. Они не греха, они боятся, ничего нет. Они не видят, кто перед ними. У них тормозов вообще нет. Почему? А они в православии находятся. Это патриархийная ложь. Испепелила совесть людей. Он в ответ что-то может сказать? Нет. Всех отпевать? Всех. А пользы есть? Нет. Да как раба твоя? Вот ты не можешь сказать, что раба там всю жизнь. А были атеисты. Обязательно были. Большинство этого безбожники. На 300 человек, которые крещённы, только один что-то знает. На 300. Здесь может ни одного даже не было. Там 224 было. 224 только. Так это исследования какие были у нас в университете? Евгения Павловна Цепенникова, преподаватель. Пять лет вела, сто групп. 3000 человек. Я выводы эти сделала из мракоязычества. Мы просто в большом-большом тупике находимся, если не знаем Евангелие. Мы прочитали это и говорим, тут не разобраться. А нам, святые отцы, что указали? А вот эти наши праздники. Надуманные. Но я православный. Всё, снято. Я православный. Поэтому я их исполняю. Но вслух высказал мысль. Многие надуманные праздники. Ой, с великим праздником поздравляю. Какой? Покров Божией Матери. Покров. А что это за праздник? Откуда его взяли? Ну как же. Андрей Еродивый. Ученик его Епифании. Он ему показал. Матерь Божия накрыла от Сарацин город. Город Царицын. И больше никто не видел. Один Еродивый. Ну даже накрыла. Ещё дальше. А чего он великий-то? Так откуда его праздник взяли? Ну, от греков. Я в греческом храме. Попал 14 октября. Они говорят, мы вообще этот праздник не знаем. У нас никогда он не был. А то перешагнули. Даже греки нам принесли. Тут уже вороха всего. Ну и у них этого нету. Вообще покрова у них нету. Покровских соборов там не найдёшь. Почему не сделать этот покров на Сталинград? Или на блокадный Ленинград? Как Бог его освободил. Прорвали блокаду. Я вижу. Мне надо опять тоже сам не бежать. Так, продолжай. Да. Кто спит, чтобы не спали. Буду стучать. Ну, теперь встретение. Ну, начали встретение. Смотри. Почему не сделать праздник? Я бы его не опротестовал. Сретение апостола Павла на дороге в Дамаск. И каждый себя. А у тебя была встреча или нет? Ты понимаешь, сколько было? А здесь ещё у него взял ребёнка, но не отпущаешь. А тут устал жизнь. Дочь Фануила, Анна молилась. Сретение-то какое? У него, в моём-то там нигде не заложено. Я взять Христа на руки не могу. Мне надо, чтобы Христос объявил всю мою жизнь. Впустить Христа в мою жизнь. И вот это сретение, знаете, как можно было повернуть-то? Нет этого. Написали бы. Сретение гонителя Савла с Христом, преобразившим его жизнь. Вот это был бы праздник. Да православные никогда на это не пойдут. Они не имеют этой встречи-то. А вот такие, которые грызут тебя, это шакалы-то, воистину шакалы. А они тебе голову будут сносить. Я знаю, что отговорил и написано. Это всё Дудин делает, под видом священника. Это его слова. Всё, он под разными именами вылазит и говорит. Он не может. Я сказал, батюшка, он говорит, я никогда не поверю, что человек молится. Никак. Человек молится, может ли он говорить? Нет. А как он в алтаре может вообще быть, руки поднимать и такие слова говорит? И он, против-то, ничего не может сказать. А что злоба душила его. Злоба, да. Ну, как эти, Светлана Копылова-то говорит, там два больных-то были. Сережа. В больнице. Ты помнишь два больных? Да, помню. Ну вот. Один-то рассказывал, что видел, а другой не видел. Оказывается, там злоба сжигала его. И вот так, они знают, что мы красочно обрисовываем, как это было. У них ничего этого нет. Ну, один, два, три, они годами, годами висят на нас. И где? Мне что-то плохо? Нет, никак, наоборот. Для того, говорит, щука, чтобы карас не дремал. Я только Бога прославляю. Вот теперь в эти стихи мы вошли. Теперь они нам ближе стали. И когда будете считать, скажете, мы православные вот такие и есть. Мы. Это про нас написаны. В Деянии Апостолов-то про нас ничего там не написано. Нету. А вот здесь, когда Павел упрекает других, это к нам говорит. Нигде нету столько праздников, как у православных. Нету. Ни у кого нет такого пышного богослужения. Ну, в прошлый раз считали, мы, Игубин, этот, Авакун-то говорит-то. Приехал архиерей, ставил служение, а там баптиста привел. Они говорят, а что это? Как павлин приехал, хвост распустил, но ты у него сзади тащил где. И прочее. И больше они, ни проповеди нет, ничего нету. Это, Игумин говорит. Или Архимандрит там? Архимандрит. Вот как. Нет, не Игумин, да. Архимандрит. Мы со всех сторон себя рассмотрим и будем плакать. Учиться плакать. Даже сейчас обсудить, вот, что война идет, это, вот там воюет. И оно как сюда перекинется в один день. Почему? Сюда уже тысячи, тысячи идут. Ну сколько их тут таких подрывников-то? Ну не знаем, ну 1200-то есть уже. Ну понимаете, что это такое? Вот оно же высказать нельзя. У нас даже поселение-то всего, я не знаю сейчас сколько-то, 30 с чем-то тысяч, что ли, осталось. Ну вот, выступают представители, говорят, у нас только из-за рубежа, которые приехали-то. И уже сколько имамов убили, и все, так сказать, это не настоящие имамы. 75, кажется, тысяч в одном Татарстане оттуда, которые прибывают мусульмане. Я когда был в Дагестане, я говорю, вы настоящие считаетесь. Ну да, мы мирно живем, мы дружие с православными, традиционная религия. Я говорю, а вот это шахиды и прочее, это неправильно, конечно нет. Но давайте дадим кафедру вам и вам, говорить одинаково по полчаса. И ничего вам в руки не давать, кроме Корана. И они будут победителями, не вы, они. Они стараются жить по Корану, а не вы. Они. И они этих режут, это по Корану положено резать. Если он был мусульманин, а мусульманин, если обрезан. Вот ты сейчас закричал бы, я мусульманин-то. Но я пошутил, это шутка не все, уже ты мусульманин. У них обращения-то нету. Это мертвая религия, религия крови, а не то, что мирная. Это в них понимание, я говорю, их языком. И поэтому назад хода нет. У них за языком следят. Они, муж на работе, а жена дома. Давай поговорим, давай. У нас-то как разводятся? Так муж только закричит, я развожусь. Он говорит, я сейчас прокричу, три раза еще разведенный. Я развожусь, я развожусь, я развожусь. А там зафиксировали. Он домой, ему уже полиция ждет. А вы куда? Домой. А кто у вас здесь? Жена. Вы разведенная. А почему? Так вы же говорили сегодня разведенный. И развели, и все, больше дома ты не будешь. Разведенный. Но вернуться можно. Если она за это время станет женой кого-то, и тогда оттуда вернется, чтобы прокладка была. Ты считай, как у нас написано. Если она была чьей-то женой, а потом придет, мужем была, развелась, а потом. Может ли муж принять? Не может. У нас сейчас вернилась бы земля, Еремия 3 глава 1 стих. У них наоборот все. Она сначала должна с кем-то выйти, не просто переспать, выйти, официально зарегистрироваться, а потом подать на развод, развестись, и тогда к любимому мужу вернулась. Все, клеймо на ней другое. Он уже знает, кого принимает. Вот так. То есть с ними шутить никак нельзя. Я мусульманин. Ты бойся этого. Бойся. Клон. А у нас я христианин, зато вот этот звук, вводящий друг в заблуждение. Так мало он значит. Есть такой сериал «Клон». Это чей французский, да? И там как раз именно в семье мусульманской, и там вот все, что вы говорите, все прям досконально. Как они к родственникам обращаются. Там такие махинации, и все, все. Вот это вот. Все говорится об этом. Ну, лишний раз не надо смотреть. Ну, там где-то действительно. Это действительно суппоте есть. Я могу сказать, что вот это про нас говорится. Считай дальше. Десятый стих. Простите, одиннадцатый. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Толкование. Смотри, какое чувствительное сердце. Они колеблются, а Павел спрашивается. Выражение «не напрасно ли» показывает, что они были еще целы, и не потерпели еще полного крушения. И он подает им надежду, что если они пожелают одуматься, то не напрасно затрачен был на них труд. Он как бы говорит им, «Вспомните мои усилия для вас, и не делайте тщетными мои труды». Как это относится к нам? Сколько людей у нас поуходило. Так, подожди. Сегодня кто тут говорил? Не Львов Петровна? Нет, нет. Антонина Севастьяновна. Антонина Севастьяновна хотела выйти просто. Быстрее. И решила таким образом остановить поток красновечия. Что она сказала, это ничего не значит. Дело в том, что как бы на занятиях-то была, она бы больше слышала, я знала. А тут на несколько слов реакция, она беззнание того, что дальше-то есть. Я знаю, которые ходили на занятия, а их нет. Почему? А где-то сцепляли стараюсь, а себя они никак не могут просто посадить в рамки Писания. Ну, я жалостливый, я жалею, а ты безжалостный, ты жестокий, там русофоб, то есть, эти же славные слова, так как другой интонации были сказаны. Их нету. У нас тут Раиса Николаевна, а вот она, Раиса Николаевна, она когда-то тоже вот тут сидела и тоже что-нибудь договорила, все не так было. Потом она сходила в другую общину, побыла там, про Пушкина с Достоевским наслушались вы, да? Там только это, и то через пень на колоду, ничего христианского. И она сюда пришла, и до сих пор не может наслушаться Слова Божьего. И видение у ней было такое, что она заходит прямо вот к нам сюда, Игнать Игнатьевич был, да, тут еще братья сидят, и столы все завалены вкуснейшей рыбой. И ей говорят... Крест лежал вот так, а, крест еще, да? Железный такой. Говорит, ешь, ешь. И она говорит, я подхожу, пробую рыбу, она такая вкусная, я вот со стола, понимаешь, как вот столы отвратительно наполнены блюготиной, здесь наоборот с точностью. Рыба. То есть, так наполним уста словословием за великие милости нам, восхитимся духовным застольем, насладимся... Как там? Так я хотел спросить, вот о Пушкине. Духовным дарам насладимся. Ну, Пушкин, а что о Пушкине можно разбирать? Да ничего, я почему и возмутилась, я стала ему говорить, я говорю, зачем нам Пушкин? Вы нам расскажите златоуста. Люди послушают, какие проповеди он делал. Нет, ну я не против, что с Пушкина-то. Ну именно, что о Пушкине можно говорить-то? Вот Иосиф Бродский говорит о Пушкине, то понятно. Понятно все, все. Я уже даже и забыла, что он там толкал. Там четыре, может, стихотворения у Пушкина-то и было, юбошник. Какой-то это, как-то там. Сейчас статья вышла, вы хотите, 113-й уговник Пушкина. Я до кухарку мимо не пропускал. И все, весь я рыпался. Это у него не первое было, я не знаю, 13-й, еще разный дойль выходил только, цеплялся. Ну и все закончилось. Да. Ну, не было, только последний год на столе у него появилась Евангелие. Это все сейчас подкрывать начинают-то. Ну и что Пушкине, это пример-то для нас, какой только от обратного. Ну так. Пушкин сказал, что он сказал-то? Он не знал, о чем писать. Ну возьми, допустим, там пишут он, Парал Негина. Да, Негина даже взять. Капитанская дочка, доезжал до Оренбурга был. Ну я, что он там вывел-то? Ну да, рассказ интересный, талант большой. Ну а дальше-то что? Какая моя душа? Мне трудно, я попал в плен, сейчас я буду читать книгу. Мне от того времени время ушло. Было? Да. Вот про Парарок, что-то он про стихотворение. Да нет, еще нет. Я к чему это спросил? Если с кем-то ты, Раиса Николаевна, раньше беседовала, и твои слова теперь тобой пересмотрены, по-новому, ты должна с теми людьми встретиться и переговорить, что ты была не права, и тебе открыто теперь по-другому. Это такой закон. Все, что мы высеяли, надо в земле привести в нужное отношение. Говорила не так, кого-то поносила, где-то говорила неправду. Ой же, скажи им там, кто там был. Ходила Галя, там где-то, еще кому-то. Она уж не помнит это ничего. Ну ладно, ну не помнишь, тогда ничего не скажешь, тем более не видишь. Но в душе хотя бы и другим скажи, я говорил, а теперь я их найти не могу. А я говорил, это нехорошее. Я не знаю, я ничего не говорила плохое. А если все плохое будет, так я бы и можете не прийти. Я наоборот всем говорила, я говорю, вот где, куда идти-то надо. Проповеди, какие проповеди, говорю, там были. Да мы не, он не их не имеет в виду, а нас ты поносила, было время. Ничего я вас никогда не поносила. Избави, Господи, а что я поносила? Ну, она все роптала постоянно у тебя. Ну, сейчас ты нас, все кто-то не упоминал. Я просто напоминаю, что, допустим, не она, я говорил плохо, и мне надо найти, я говорил плохо, и сказать, я не на вас. Прости меня, Господь. так сделал, я уже с ней беседовал, она нафаль забыла, она другой человек стала. И не вспоминаю. Да, и не надо, и не надо, я в тот, да, Сережа, ты не понимаешь? Не, ну, примерно хороший, все равно. Ну, как я посмотрел? Я наоборот, говорю, там нигде спасения нет, кроме как. Ого, ничего себе. Раиса Николаевна, осторожнее, тут перестанешь перед судом правильно. Вопрос меня давно мучает, Игнать Тихоновичу, можно? Вот, это, в АК, в Канонах, все в мужском роде передается. Например, как, так, я человек грешный, да, вот так вот, в мужском роде все. Я, например, читаю эту молитву, я могу, как женщина это читать? Могу, это молитва, молитва-то одна святая. Я человек грешный, и не разумеет, и так далее. Человек, ты тоже человек, и тогда в мужском роде будет. А в Канонах, как? И в Канонах, добавляй букву А. Можно. Я согрешила, ты, я согрешила. Конечно. Ну, я читаю, ну, когда мужчина один читает, ну, а ты тут посоединяй. Ну, когда ты одна, тебе уже, явно, никого тут нету, мужского пола. Считай на мужское, это не Библия. Это когда на общество, то как написано. На общество, и все. А в Библии, где говорится, тут пророк говорит, а ты для себя, имею в виду, что я женщина, это ко мне относится. Все, спасибо, Ристос. Да. Говорите, конечно. Спасибо, прости, мое, по теме, вот ни у кого нету никаких мыслей, вот именно, не напрасно ли я трудился у вас. Вот, вот, хочется вот в адрес Игнатия Тихоновича сказать, он не напрасно трудился, она вернулась. Можно так сказать? Когда-то было отступление, вот эти вот тоже, галаты, они начали праздновать праздники, которые он уже говорит, ну не надо, зачем вы слушаете их, все уже, новый завет уже, Нет, вот мы будем, а потом он, как бы, видит, что они уже на грани ухода из общины, то есть на грани ухода, вот старый вот этот вот закон, и он думает, у него сердце боит, он переживает за них. Сколько мы переживали, как он песню пел, сколько людей из нашей общины ушло, вспомните? И сейчас, как бы вот, и я чувствую, может быть, я где-то что-то не так сказал, как Павел, не напрасно ли я трудился? Ну я трудился, если не хотел, чтобы они остались, может быть, подал там, в чем-то кому-то соблазн, и батюшка все время говорит, где-то там, может, я соблазн, кому-то он кается в этом. Ну если какой-то, подойди, скажи, в чем виноват? А то так вот, я ухожу, вы все виноваты. Кто виноват, в чем виноват, конкретно скажи. Не знаю, в чем виноват. А как Писание говорит? Ну не все наши, то есть с этим надо смириться, то есть ушли, а если бы остались с нами, значит остались, то и выяснилось, что не все наши. А вот если вот из-за тебя человек ушел, ушел и не говори. не тяни, не тяни, все. Мы же все не дураки. отсюда. Важно не уйти от Христа, потому что нет другого имени под небом. Он отсюда ушел, может он ушел туда, где он продолжает трудиться, может даже и лучше, чем здесь. Он может здесь сидел, дремал, а там он сейчас трудится. Это может быть. Я не знаю конкретных людей, и такие примеры есть, и такие примеры есть. Поэтому я еще слово «наше». Меня это слово пугает, потому что апостол Павел предупреждает, что этот говорит, это Кефин, этот Павлов, этот там еще-то забыл. Аполос. Аполос. Христос разве разделился сам в себе? Вот важна-то фигура-то. Христос. Личность-то одна. А что он ушел от нас? От нас. А может даже это и страшно, что он наш. Вот это слово «наше» меня беспокоит всегда. Мы не наши. Не твоя я, не его я. Христова. Вы неправильно. Ну, может быть. Так, я тебе поясню, подожди. Это не должно было. Когда ты знаешь цену нашего и того, тогда так и говори. Апостол Иоанн говорит так. А они ушли, говорит, ты через то обнаружила, что не все были наши. Зачем он подчеркивает? Не все были наши. Он был здесь, ему что-то не нравилось. И ты говоришь, кто-то ушел, что-то где-то лучше. Ну, не два-три дня. У меня 53 года позади. Я работаю. Ни одного случая, к которому ушли, что было лучше. Ни одного. И при том, стремительно они отходят и обмерщаются. Она сейчас стоит нечистая, с вещи покупает. Никто ее не знает. Никто там ее не знает. А там-то это вообще не положено. Она выйдет на улицу и говорит, она будет на нас похожа. А там сразу еще сектанка. Это сектанка. И вот меня попросила одна Валентина Пивень, такая хорошая на Украине женщина, но она не православная. Вы бы пошли, говорит, вот к таким, таким потеряем. Взяли интервью, как они приехали, как живут. Ну, я пошел. Ну, кому-то по порядку Сустиновых. Они рассказали в другой ролике Барабаш. Игорь рассказывает, мы сидим дома и отзывы идут. Какая красивая женщина. Ну, Лена, она бояриня, ты на нее глядь, как она, какая у нее стать. А Игорь рассказывает, сейчас один заходит, очередная секта. А идут девчата наши, одеты на пасхальный день, там улыбаются все с корзинками. Ну, там картинка, при том, картинка эта, и там другая воскресная, заняла первое место в Реоновости. Это картинка Каспришина, вот здесь, в которую Андрей Николаевич к нам приезжает. Андрюша. И секта. То есть, все, что ни к нему, никак не относится. Он привык пить, гулять, валяться. А здесь полная трезвость. Батюшка с народом, с овечками. Тут фотографы, все. Секта. Он что-то знает? Нет. Тут служит архиереем, московская патриархия. Ничего не значит. Почему? Это не то, что на него похоже. Он не может объяснить, но он знает, что здесь ему опасно. Потому что, вот приехал тогда у нас, был Сергей Сергеевич-то, Макаров-то. А батюшка говорит, ну, соглашенными статьи. Почему? Я причащаюсь, схожу. Ну, у нас такой порядок. Ну, батюшка, вы бюрократ какой. Ну, ты подчинись и явись. У вас нет бумаги, мы не знаем. Ты отлученный, не отлученный. Одних-то приходит, когда мы ради архиерея, мы не смотрим там уже, бритый, не бритый-то. Но у нас в уставе написано, бритый, значит, вот они у нас, ребята-то выходят, оглашенные, с ними выходят. В любом вопросе, когда начинаешь смотреть, вот он ушел. А я знаю, слышал о них. Ну, скажи, которые ушли, которые фунтовали, а теперь, что попало, говорит, делали-то? Ты знаешь, о ком я говорю? Волков слава. Ушел-то он. Никуда-то, как правило, здесь. Ну, другое дело, там уехал. Там Нина Свешникова, там, которая мы знаем, и не против ничего не было. Но другие-то, которые здесь-то, у них нет встреч. Исследование Слова Божия. Нету собрания, чтобы все были как одна. Нет благовестия. Ну, ничего этого нету. Но у них-то самое-то главное, что захватили? Они получили познание о Боге, с ними занимались, получили крещение, причащались в отдельной комнате, исповедь идет, и все. И все это забросили, как будто ничего не было. То есть они уже разложились. Тут не надо внимания, много нет. Они внутренне уже были, там обмерщение. И они теперь как? Я хожу, хожу, нет. Я говорю, ну давай хоть помолимся, они уже молиться никак не будут. С пива начали. Они вообще те же самые. Вот Галя селина рядом живет. Я к Татьяне пришел мыться, я говорю, позови ее, не под каким видом. В следующий раз. Она не пойдет. Ну, а живут на одной лестничной площадке. Ну, зайди, помолимся. Никак, она не может. Она хорошая, она добрая, но тут уже другая грань идет. Да она никуда не ушла, она ушла навсегда, и ушла очень далеко. Вот этого ничего нет. А начиналось с чего? Не фотографируйте, не снимайте. То есть они здесь вдвоем начали закрываться, я уже знал, этих людей не будет. У нас были такие, которые мы только за церковно-славянские. Ну, у нас библейская, библейская, которая не поется, а если поются псалмы, то у нас поются по церковно-славянски. Были две. Все, одна ушла старообрядцем, маленькая погода, вторая. Я им сказал, вам только к старообрядцам идти. Там понимание не нужно, главное, чтобы было по-стерковно-славянски. Ну, вы знаете, о ком я говорю, Золотова Вера Педоровна, и это Настя Косалаева, ну, Зоина, дочка. Ее Настя? Ну, вот и все. И нет ничего. Ну, Игнать Ихничевич, ну, возможно же, этот вариант спасения-то. Ну, конечно. Но мы говорим, что ни выше, ни на том уровне, они не задерживаются. А я говорю, сколько хочешь? Да раз, месяц где-то. У нас это сразу. Володя сейчас спрашивает, Сокольского, а где Лена? Не знаю. Он разошелся. Он купил в другом месте. Да не разошелся. Как разошелся? Согласие. А, живут разные дома. вон те. Ну, это я знаю, уже не один. Как там, как не знаю. В другом месте живет, в деревне купил домик. Не с ними месте. Почему я говорю, ну, хотя бы узнать, не болеет она? Не, не, он не разошелся. Ну, не разошелся. Да, да, да. По домам развелись. Неофициально. Крыши разные. Он там делает дом, короче. Фиктивная, чтобы специально. Он и не знает даже что. Нет, это не все благополучно. Благополучно там, где мужчина хозяин. Хозяин. Слово его твердо держится. Это хозяин. Там можно спасаться. А эти, которые, как правило, люди, которые ушли, там обязательно был бунт, недовольные. Ну, кое-где я виноват. Я скажу, вот у Ромы, у него жена Алена, кажется, звать. Правильно, неправильно, прости. Вот. И она прям на глазах начала расползаться. А я маму ее видел. Я говорю, ты что так? Ну, смотри, малоненькая такая, там одного родила и уже прям поплыла вся. Ну, вот такая вот прям делается. А потом он, корова. Ну, я-то тебя коровой не называл. Муж тебя, говорит, называют. Это Слава или кто там? Одинаково. Я, не Алена, как раз у Славы. У Славы. Она жена. Я говорю, что с вами? Ну, держи маленько себя в руках, ты где-то не ешь, там спортом, петнесом занимайся, что с нато пошло. Что тебе надо? Да что ты такая-то? Ты сама себя держать не можешь. В автобусе тормознуть, ты, говорит, ногами будешь лететь, падать. Правильно я говорю? Нет? Правильно. Вот она сидит, только что грохнулась. Сколько дней назад упала? На 9. В автобусе ехала и кубаркнулась. Это лишние килограммы тащат. А человек, который в своем теле лег, он даже упадет, ему нужды нет, он ломется и соскочил. И такой шуфтный. Еще можно? Можно. Я хотел еще прочитать вот к этому. Тут же Галатом, 1 глава, 6 стих. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию. И дальше. Которое, впрочем, не иное. Дальше углубляет. А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Как раз об этом идет то, что вы столько много говорили, и об этом он с самого начала уже сказал. Он обратил на этих людей внимание. Не все такие, не все слушают лжепророков, лжебратьев, лжеучителей. Не все. Но всегда есть люди, которые смущают. И наших братьев, бывших, которые, оказывается, не наши были, тоже смутили люди. И вот они там говорят, вот он поносит священников. Вот это вот они и есть, эти самые священники. Только я их не поношу, а рассказываю, что они не тем занимаются. Они не в унисон идут со Христом, а свое учение, которое к благоествованию у апостола Павла никак не относится. Игнатий Иванович его назвал, что это новое придуманное учение, которое совершенно не относится ко Христу, к Евангелию. Но так же, как и мусульманство, не относится никак к Ветхому Завету. Вот Коран это. Никак. Аллах это не Иегова, однозначно. Кто читал, тот сразу поймет. Тут такое вот, допустим, человек неверующий был. И он обратился к Богу. Я, говорит, пошел там, были такие, которые Библии давали, то он не знает даже, что это, не церковь, там секта какая-то. И он там услышал и обратился, покаялся, жизнь изменилась, был наркоман, перестал все это делать. С женой, говорит, направилась работа, вернулся на работу, я пил, говорит, еще. Теперь вернулось, все на место. А вот я уверовал во Христа. И вдруг с ним встречаешься, ему начинаешь говорить, что это не церковь, нет рукоположенного священства. И он приходит в православие, ему тогда вот эти слова, те, которые с ним были, говорят, вот ты познал Христа, а теперь у тебя там какие-то праздники, апельсистояния не сделают. Эти слова вот против нас идут. Для тех, кто были баптистами, которые через нас, ну там я-пятьдесятники, они пришли в православие и на них говорят, вы познали Христа у нас, вы уверовали в Него, вы такие были радостные, какие мы псалмы пели, сборник духовных песен. Стоишь, бубнишь, ничего не знаешь сейчас там. Вам не занимаются, потому что я не говорю, какие папы, посмотри, посмотри, что там с ними-то, фотографии-то какие. Я не об этом. Дело в том, что вам Евангелия-то нет, вот мы пришли у вас, ничего нет вокруг этого одного павлина, говорит, ходите, бегаете, подаете что-то, расчесываете, вот что, думали расчесано было, руки мыть. Мне полковник звонит, военный полковник, и говорит, вчера смотрел патриаршее служение, как ему пуговки застегивать, а его разве маленького не учили, как пуговки застегивать? И они, эти семинаристы, там вокруг него суетятся, застегивают, вот как будто коня на войну готовят, засупонивают там, седло, ну все, попону на него надевают, а то неповоротливая риза так это, горбом-то, они нам все говорят, ты познал Христа, как Павел Галатом, так к этим, которые из всех приходят в православие-то. Они на нас осмотрят, как на неверующих, обремененными разными обрядами, ненужными праздниками и временами. И поэтому в эти-то слова я не могу сказать, из православных ушел к баптистам, вот и теперь обременен был, там ничего нет, там чистое учение, не считая то, что не церковь. Сейчас много таких появляется, которые где-то были, и они там нашли, что не так, 50-ники. Другой там среди мормонов был, баптистов, тоже отошел, а я вне конфессиональный, вне конфессиональный. То есть он адвентист, но отошел от всех течений адвентизма и теперь только один дома. Понимаете, как вот на все это посмотришь, у нас трудно найти в Библии место, которое не было бы против нас. Я вот по телефону, это по скайпу вам говорил, о Филиппе-то сколько там, и о православных, и о сектантах в одном этом событии, когда дух себе произошел. Ну, по скайпу мы говорили. И так и здесь. Надо быть с большим кругозором, чем есть. А вот это слушать будут эти, будут там вокруг нашей колокольни визжать, лаять, мочиться, но они другого не умеют, это их роль. Им такая планета выпала. Я буду судить их, завтра я буду хуже их. А им, Господи, прости, они не знают, злоба ослепила их глаза. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. И Сидор пился, вот. Вообще ничего нету. Будем молиться. Ну и что? Давайте рассчитать. 12 стих. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Толкование. К верующим из аудеев он говорит так. К верующим из аудеев он говорит так. Подражайте мне. Я ведь был очень привержен к закону, как и вы, но оставил его и теперь подвязают за Христа и веру. Таковы и вы будьте. Прекрасно высказал он это заключением. Ибо люди скорее привлекаются сродными примерами, чем рассуждениями. После сильных упреков он опять обнаруживает кротость. жестокое порицание также ведь не приносит пользы, как и крайняя снисходительность. Посему он называет их братьями, напоминая вместе с тем о благодати крещения, по которой все мы стали братьями, как рожденные от единого Отца Бога. Оправдывается и в высказанных укоризнах именно, что они произошли не по ненависти. Ведь вы не причинили мне никакой несправедливости, чтобы я стал относиться к вам враждебно, но гораздо более вы оказали даже мне бесчисленные знаки почтения и расположения. Как же после этого я мог бы говорить это по ненависти? Но говорю без сомнения из попечения о вас и сильной признательности к вам. Любил он их здорово видать любил рождал их со многими слезами вопрос можно задать? Вопрос на это все. Вот апостол Павел пишет коротко сильно оттолкователь нам такими поэтическими словами все раскрывает а вот как все-таки с тем интеллектом который был у Галатов как они воспринимали апостола? То есть так ли это было? Потому что он опять нет-нет опять возвращается опять ну я вот не знаю правильно неправильно со слезами учил вас и вот все время возвращается возвращается ну как бы один раз сказал и все понятно стало а он опять говорит опять такое впечатление ну куча неучий сидит смотрят на него и спят уже я вам просто задаю что за люди там были может на половину или что десятая часть он всех называет святыми это вот больше всего смущает всех святыми назвал и тут же а у вас есть люди которые вам сказали вы уже вообще не знаете благорисование Христов в другую сторону пошли иное даже не иное оказывается а вообще это люди смутили вас и вы уже все слушайте рот открыли я у вас был вы на меня молились практически как будто перед вами был распят Христос ну можно мне кажется там были две категории людей одни которые ему верили а другие которые колебались и так как они все вместе были то апостолу Павлу и приходилось так то есть он обращается только одним только другим как бы и хочет их всех воедино к Христу подвести а где тут написано даже у толкователей называют их братьями а перед этим он их угорял что они слушали уже апостолов то есть ну вы же все-таки братья вы же вспомните вы крещение вы же где крещение приняли которые вы ушли ну вспомните вот как бы так на наше время экстраполяция событий хорошо что у нас есть Игнатий Тихонович я хочу сказать вот они там хоть это меня обзывают его учеником но вот без вот не было бы его вот как он он у нас как ось такая но если бы не было то как бы все аморфно было а так возьмешь приглашешься к Игнатию Тихоновичу круг и ты на месте уже хороший как циркуль круг отличный ровный а так вот когда нет не к чему привязаться почему потому что жизнь вот как раз Игнатия Тихоновича Лапкина мы как это пишет стихотворение мне трудно написать его портрет подобен подобен он и дальше волшебной лапе что гонит тьму и дарит людям свет понимаешь как ну а куда еще взять ну пускай вот эти шакалами которые меня обзывали и так далее там трусом кто то знает меня не встретились мы с ними видать на узкой дорожке ну они пускай это называют там это все но как раз это все потому что они меня называют Дыбунов Игорь Владимирович а с их стороны то ни одной ни отчества ни фамилии хоть бы одно имя сказали а то на деревню дедушки что ли Васе Иванову ну на кого мне апеллировать то где я что сейчас по интернету буду искать ехать в тот город и такой приеду разорвать тельняшки вот он я тут я не трус да ну странные ребята это ну у них полностью помрачение ума у них ни капельки света нету нигде а все почему они вокруг вот это вот раскрученный как оно куриного помета вот этого запаха вонючего они даже не могут ни за что взяться к патриарху патриарх сразу оп легкое такое движение и ушел нету патриарха к епископу к своему он их обойдет а священник вообще не примет его нету всегда он на отпевании бабку их отпевает или дядю нету никого все одна тьма вокруг а мы да обратились да Игнатихнович сказал так что то ну давайте посмотрим что сказал а что подожди у него одна Библия здесь уже все мы забыли Игнатихновича читаем уже Библию 3300 раз обращается 3000 да ссылок на слово Божие это же надо и теперь не просто обращается а с комментарием или толкование что то приводит или жития святых там если по большому счету это взять называют учение Лапкина там полностью ну чуть ли не все жития святых перепечатаны и Библия на нескольку раз все и комментарии Игнатихновича на бессовестность этих людей которые себя называют верующими и священниками еще все уже давно из сана все выброшены читайте кто не знает канон это правило это для вас же там написано почти все для священников вы почитайте вы все из сана выброшены фактически даже простое дело с крещением не можете согласиться что оно должно быть троекратным погружением в воду вы что не русофобы вы позорники евангельские вы вообще не понимаете куда вы свой шершавый язык занесли понимаешь вот он коснулся этого я не претендую ни на что все это известно но одно дело известно что вообще есть а другое дело конкретно вот я веду занятия в университете я отвечаю на сегодня на месяц я буду отвечать на вопрос с житиями святых это не 2 жития а 1173 жития я 1173 жития должен все время проворачивать в голове и вот мне вопрос задан прочитаю я не вижу любой где открыл а вот отверху вопрос мы вопрос возьмем вот взяли 1974 из 7 тома открытым оком вот так вот покажем так и вот так где побивают Стефана кстати ты подольше чтобы он успел где побивают Стефана камнями деяния святых апостолов как раз 7 глава это не 2 вопроса а 4 и такой вопрос здесь приходилось ли наблюдать по отдельным житиям что есть и проповедь настоящая и есть обращение настоящее но потом вдруг врывается ну как ну как но потом вдруг врывается непонятное средневековое научение и человек совершенно зарывается хоронит себя в тайном месте и как это объяснить ну вот прямо по нашей теме по тематике но ты дашь это смотри да я даю ответ считай какой ответ но я к примеру открыл это 400 таких вопросов житие пелагея теперь смотри кавычка открывается я житие не просто так житие 15 страниц я из нее беру полстраницы но знать где в каком месте этого жития одного она она обратилась покаялась но дальше научения не было сработал общий недуг она слышала еще в миру что лучше всего замаливать грех в суровой обстановке совершить некий подвиг у милостивления Бога и тогда и только тогда ты можешь иметь надежду на прощение это абсолютное заблуждение на чем и базировалось и в чем станет все монашество всех тысячелетий это отвержение от благодати это ветхозаветный дух старообрячества всех мастей стояние суровость ярым оком пробиться через дебри греха по своим силам своими силами Иеремия 14 глава 14 стих и сказал мне Господь пророки пророчествуют ложное именем моим я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им они возвращают вам видения ложные и гадания и пустое и мечты сердца своего Иеремия 23 глава 21 стих я не посылал пророка всех а они сами побежали я не говорил им а они пророчествовали видишь как это все а люди то им верили говорили один только остался и говорит Бог ему говорит я их не посылал это они называются я священник я епископ я их не посылал они никто они лгут я не конкретно кому-то говорю переместить нас на наши времена дальше это я говорю свои слова дальше я буду сейчас из жития приводить доказывать то что здесь я отвечаю римлянам римлянам 10 глава 2 4 стихи ибо свидетельствую им свидетельствую им что имеют ревность по Боге но не по рассуждению ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность они не покорились праведности Божией Пелагея 9 октября жития святых в кавычках все закавыченное теперь беру в кавычки выдержка до одной буквы с кавычки означает выдержка оттуда давай один раз прочитаем я помянул Пелагея теперь надо доказать что именно так считай Пелагея 9 октября кавычки то есть жития святых когда 8 епископов собрались в церковь святого ученика Ивулиана то пожелали слышать от нонна по учению и силе все предверя в церковной но он точно стал из устно поучать на пользу и на спасение слушающих все благоговейно внимали святому учению это прямое житие взято буква в букву запятаю в запятую в то время одна женщина язычница известная по всей антиохии блудница проходила мимо дверей церковных с великою гордостью одетая в многоценной одеждой украшенная золотом дорогими каменьями и жемчугом окруженная множеством девицей юноши и красивых одеждах с золотыми ожерельями она была так прекрасно лицом что созерцанием ее красоты не могли довольно насытиться светские юноши проходя мимо нас она наполнила весь воздух ароматным благовониям увидев ее идущую столь бесстыдно с непокрытой головой и обнаженными плечами епископы закрыли глаза и тихо вздыхая отвернулись как от великого греха епископа а блаженный Нон пристально и долго смотрел на нее пока не скрылась она из глаз и потом обратившись к епископам сказал разве не понравилась вам красота той женщины? а они не отвечали но он с плачем склонил голову свою и омочил слезами своими не только платок бывший у него в руках но и груб воздыхая от глубины сердца он снова спросил епископов разве не усладились вы видом красоты ее? их обменяет как бы епископу как можно было осудить ее когда видно что она красивая, что тебе сделаешь? они молчали молчали кто без греха брызками но он сказал поистине многому я научился от нее ибо женщину сию поставит Господь на страшном своем суде и ею осудит нас как вы думаете сколько времени она провела в своей опочивальне моясь, одеваясь разными способами украшая себя осматриваясь в зеркало всю свою мысль и попечение полагая в том, чтобы красивее всех явиться очам временных своих поклонников а мы имея с большой буквы жениха с большой буквы бессмертного на небесах на кого ангелы взирать желают не заботимся об украшении окаянной души нашей оскверненной обнаженной и исполненной срама не стараемся омыть ее слезами покаяния и одеть красотою добродетелей дабы явилась она благоугодной предотчами божьими и не была посрамлена и отвержена во время брака армца видишь как я отвечаю из жития не знаю теперь дальше что окончив такое нравоучение блаженный но он взял меня но дальше что говорится и как с ней это было теперь дальше смотри вот какое сколько взято из жития из жития это из жития прямо взято 4 страницы теперь вместо писания и потом кто иуда апостол теперь беру второй из апостола иуда какого числа 19 июня теперь я привожу выдержку оттуда середины текста этой жития следующий кто карп 13 октября теперь из него что на эту тему аппалинарий 23 июля собор святых 70 апостолов 4 января вот оно сколько еще кто ну а дальше идут уже цитаты 1 петра 5 13 галатам 2 13 еще жития есть нет посмотри ты посмотри сколько мест писания святой ампли это 70 вы перечисляете апостолов так смотри сколько 70 вот 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 ну и так нормально на каждого на каждый вопрос я говорю из шести житий каждого это 400 вопросов ну 400 вопросов ну 6 6 выдержек надо взять и какие именно они жития а именно жития по тематике ну ты понимаешь ну пускай у них кто-то сделает это ну кто-нибудь ну кто-нибудь делал никогда не было за 2000 лет этого не было у меня труды которые вот здесь они не просто уникальны они единственные в мире единственные вот они которые там что-то говорят я просто покажу вот смотри подойди вот те которые там любят вокруг моей колокольни визжать вот том 26 открытым оком ты посмотри как книги изданные посмотри красивые и теперь на каждый вопрос я отвечаю 6 поэтов вот эта книга как поэты какой поэт за 300 лет поэты были за 300 лет 300 поэтов что сказали по этой тематике вот в любом месте где-то открой вот так просто открой еще где-то час 8 минут так дай вопрос вопрос найти надо вопрос да вот следующий пускай так вопрос номер 3851 каждый день вот он где 30 вот сами посмотри что я скажу такая книга если еще где-то есть в мире в мире за 2000 лет а 31 каждый день приближает нас к смерти и потому радости и даже в самом приятном все меньше по этому вопросу нет ничего радостнее слышать что человек бессмертен что об этом нужно сказать в первую очередь тем что нужно сказать тем кто живет одним днем это мне вопрос в университетах задают в разных университетах вопросы собраны за несколько лет я теперь отвечаю коротко смотри ответ если у человека нет веры в истинность сказанного в библии то что ему могут дать наши слова пусть просит веры у бога что слово божие есть окончательный на земле на окончательной земле истина и о жизни и смерти в библии сказано очень определенно и утешительно второзаконие 30 глава 19 стих во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие избери жизнь дабы жил ты и потомство твое и дальше еще притчи 11 глава 19 стих это надо библию во первых всю знать что о смерти говорит какая книга а потом 6 поэтов и у поэтов там много стихотворений это допустим 500 или 300 стихотворений и нужно стихотворения вставить в эту тематику по тематике а это нужно знать 20 тысяч стихов тысяч ну маленько так-так сообрази о чем речь это идет не одно стихотворение а 20 тысяч стихов 1173 жития ну это вопрос задают мне люди просто задают навскидку а я дальше отвечаю вот этот вопрос праведность ведет к жизни а стремящийся к аду стремится к смерти своей как к злу а к злу да к злу стремится к смерти своей оттого о ну-ка нет я наверное стихотворение он не видит возьми да мне тяжело ты просто так вот смотри пролези стихотворение кто написал кого я беру кто это вот не вот здесь наверное вот кто это кто Георгий Иванов Георгий Иванов что об этом говорит Библия дальше выдержка из Библии это один дальше кто поет какой Самуил Маршак Самуил Маршак опять место Библии по тематике а че он на с тобой у нас шаг тут а ну-ка прочитай ну-ка короткое порой часы обманывают нас чтоб нам жилось на свете безмятежней они опять покажут тот же час и верится что час вернется вернулся прежний обманчив дней и лет круговорот опять приходит тот же день недели и тот же месяц снова достает как будто он вернулся в самом деле известно нам что час не возвратим что нет ни дням ни месяцам возврата но круг календаря и циферблата мешает нам понять что мы летим вот по тематике о смерти о временности жизни у него одно стихотворение я должен был его знать и вытащить и поставить но это один поэт еще пять я должен найти поэтов которые говорят о временности теперь что об этом Библия говорит выдержки из Библии дальше стихотворение чьего а жемчужников ого вот вообще дальше стихотворение его выдержка из Библии следующий поэт кто Леонид Мартынов стихотворение выдержка из Библии дальше кто Чарубина 1934 год Да, выдержка из Библии Никитин Никитин И опять выдержка из Библии И таких-то вопросов ни один, ни два По житиям 400 вопросов Отвечая на каждый вопрос По житиям 1173 жития И выдержки По определенной тематике Ну маленько, то сообрази Все Я должен положить на место И те, которые там говорят, что Дела должны показывать Почему я говорю, покажи Веру, где сделаю Я покажу и сделаю Вот конкретный вопрос Хотела сказать Я хотела задать вопрос На онлайн занятиях Я услышала, как Сережа сказал Что человек, который Принял крещение Но потом пошел грешить Он не омылся этими водами крещения Это как так? Не понял Онлайн занятия по интернету В скайпе проводит Сережа И он сказал Я не помню, какого числа Сережа было Что человек, который Принял крещение И вышел И стал грешить Значит он не омылся водами крещения То есть грехи его не омылись Нет, а как так? Я была этим очень возмущена Поэтому никто там не воспротивился Сереже ничего не сказал Я не знаю, Сережа, как это? Поиск его, Сережа здесь Я сейчас там конкретно не помню Смысл Но смысл моих слов была такая Как вымытая свинья Идет валяться в своей грязи Так как пес возвращается на свой блеводин Так человек омывший Гаря Сейчас надо мне пересмотреть Если я так сказал, что они не омылись грехи Ты так сказал, Сережа Значит я виноват Они омылись Они омылись Но снова Я понимаю, что мы идем Если мы согрешили То грех на нас снова лежит Но те грехи, что мы исповедались Мы приняли крещение Они омыты в водах крещения Омыты Омыты Но теперь он опять стал жить беззаконно Теперь новые грехи у него может превышать старые даже Ну а то прощенно не вспоминается До крещения Конечно, про это и говорится Ну да, по большому счету можно И так сказать Нет, смотри Высль такая То есть человек идет креститься И он точно знает, что он будет грешить Такие люди есть Такие люди есть Я там, например Понимаешь? Я от этого греха не отстал Я этот грех совершил Не после крещения, а после оглашения У меня такой был Но есть люди, которые совершают эти грехи после крещения Он зашел, допустим Вот Затяжек там, например, сделал Вот что имелось в виду Омытся этот грех, который он вообще даже не исповел Который он даже Даже прощать Он даже Как? Все грехи омываются Ну как все грехи омываются Когда он не каялся У него раскаяния не было Он не думал отставать Если крещения не было, значит ничего не омывается Просто Ну да Вот смотри Он приходит человек Ну заходит в ходу Бабушка сказала Бабушка сказала Вот, разделся Епископ стоит и говорит Отрекаешься ли от дел твоих? Ну батюшка же спрашивает Это дел-то Он уже раздетый Стоит Все, готовы Он повернулся на епископа Ни слова не говоря Вылез из купе Давай идем Епископ говорит Я же тебя еще не покрестил Говорит, а что ты раньше не спрашивал У меня две наложницы дома Две наложницы И он оделся и ушел Выдал их замуж О, обоим домики купил Замуж выдал все как надо Устроил там Раздал Пришел к епископу и говорит Я готов Вот как надо делать Он не готов был Он понимал Ну что А здесь купель Куда пошел И без страха Божья Говорите Подождите Ну Игнать Николаевич То есть если человек крестился Без веры И без покаяния Обмывается 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 Что я имел ввиду Что крещеный Что не крещеный Он был Он без веры крестился Это ничего не дает Все Он не умывается Теперь вы Вам слово Мне вспомнилось Вот уже Как в завершении сказать Когда мы были Вот помните 27-28 ноября 2011 года В епархии Нас приглашал Это был епископ Максим И епископ Евтихий тогда сказал Что мы Эти книги Показывает И говорит Здесь все Спрессовано Спрессовано Словом Божиим И мы здесь Ничего не можем Сементировано 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 Ну это потому что он И он так сказал Но потом то В конце Когда уже заканчивалось Уже Игнатию Тихоновичу Дали слово Батюшка наш Это тоже Дали слово Они высказали И потом После всего Батюшка Отец Отец Сергей Беляев Сергей да Он был в то время Секретарем у Максима И говорит Игнатий Тихонович Я готов подписаться Вот под каждым словом Но я говорит Не понимаю Как вот так жить Вот как это жить Как это в жизни Вот реализовать Вы платите это в жизнь Вот это вот На этого Не хватает силы Суда его Не хватает Знаешь что Свободы совести Запомните это Два слова Свободы совести Вот это заключение Вот чего не хватает Якова Кураева Нам не хватает здесь А когда в свободе Человек Мне не надо консультировать С ними Я не согласен С чем это сейчас Было Я сейчас прихожу домой Начинаю молиться Я очень много времени Ежедневно я провожу Минимум 14 часов За компьютером 14 в интернете И все что по Сирии Сейчас что есть Я могу разговаривать С самыми большими Щенами где-то И я не просто смотрю Я говорю Вот здесь он сказал Неправильно Вот здесь надо было Так сказать А вот здесь надо было Вот так повернуть То есть я все время Работаю Я не пишу Но у меня все время готовы Мне нужно по скайпу Говорить Хотя бы с тремя человеками В день Разные вопросы Вот они которые понимают Говорят Это вы неожиданный вопрос Я говорю Я откуда бы знал Кто вы такой И вы так на него отвечаете Да я же молюсь Это не мое Как вы понять не можете А то что они говорят против Ну они просто злятся на эти слова Эти книги Они написаны в пророческом духе Не без пригляда к кому-либо Эти люди которые кричат Там все Кто там то другое Ну скажите Вы много знаете Из того что здесь написано В руках не держали У нас епископ 13 лет Он больше 20 лет Наверное было С 97 Наверное С 92 В 92 Он уже был епископ Нет Я говорил о нем Там в синоде В Америке Где-то Вот Если бы человек То смотрел Что там написано И как говорил А то он бы даже Рта не раскрыл Он не знает Его Ткнули Говорил Лай против Он лает А что я могу Мне отвечать нечего Ему У него ничего нету Слова которые я говорю Они по священному писанию По святым отцам А он их не знает По святым отцам Это 300 томов Это не 12 томов 300 томов Толкования на Библию Томов Называется фолианты Это жития святых 12 только Ну Патрология менее Это Златоуз Василий Великий Григорий Богослов Евгрем Севин Божийный Августин Вот это вот набирается все Их все вместе Может никто и не считал Я Щетко ясно могу сказать Что все Допустим Евгрема Севина Считал Насчитывал на пленку На Златоуста То есть вот таких вот А остальное Выдержками только Блаженного Августина Я все не считал Блаженного Иеронима Только отрывки Ну Пятому Добротолюбие Там они встречаются Где-то И люди которые Ну люди или они не люди Может демоны нападают Это награда наша Это Нужно переносить Но на меня уже это не действует Это у меня пройденный этап Они даже не знают На кого лают У меня за плечами Другая жизнь Чем у них Вот Нужен вопрос еще Современный Вот Нынешнюю По нынешней жизни Ну По Германии Хочу спросить Вот ныне обстановка Там Вот В Германии Изменилась Или она По сей день Опасна И как она в будущем Вот будет Потому что у меня там Вали живет И я беспокоюсь Понимаешь нет Вот Германия нас даже Меньше всего интересовать Ну Она меня интересует Поскольку там Вали живет Ну У них там Засилие Нем Этих Разных Которые Мусульманские Это Я не знаю Сейчас как Во Франции почти Что Там И немцы Очень весьма недовольны Я считал выступление Этой Ангеля Меркель И она об этом говорит Мы думали Вот открыли Все У них много хорошего Ангела Меркель Для странников Для приш Она принимает Тысячами Голосуйте За то Чтобы принимать Их накормить Напоить Убрать Стирать Это все берут Это Большая Большая армия Добровольства Должна быть Мы думали Что Ну Они ассимилируются То есть Постепенно Как-то отойдут Но ничего Говорит не получилось У нас Оказалось Что неправильные Расчеты были Вот русские 7 миллионов 5 до 7 миллионов В эмиграции было Когда я был в Америке Не больше 300 тысяч Было уже Все остальные Ассимилировались Вот парень Полюбил девушку Католичку Он ее православный Не делает Он делается Католиком Понимаешь Нет Это Негр Русская Белолица Сойдутся А белым Ребенок Ребенок не будет Не будет Вот у голубей Такой специальный Аранжир Таблица Есть Допустим Голубь Белый А голубка Такая И вот Следующий Который от них Будет Что у него больше Черноты Или белого Черноты И больше А еще выйдет Где-то за черного И уже четвертое поколение Почти полностью черный Ну первое Это называется Как они там Мулаты Мулаты Второе Метисы Нет Метисы Метисы Мулаты Нет Нет Метисы Мулаты Это разное Это еще Похозяйни Мулат Метисы Это второе А это Ну вот Царевич Алексей Которого расстреляли Николая второго сына В нем Было Русской крови 1,7% Всего Русский мальчик Ну много ли Русского там было Ну потому что Тот вышел за немку Это бы взял Из английского посольства Это за норвежку А у него все меньше Меньше в дворе Уменьшается пополам Если русский Петр I Женился на немке То дети Кто По 50% русского 50 это Теперь Он берет норвежку Теперь 50 Остается 25 25 и 12 с половиной 12 с половиной Теперь получается Там по 6 И Там накручивается А они за своих Не выходили Вот Алексей Михайлович Вот у него была Своя русская жена 100% русский А для спасения Как вот это важно? Никак 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 Все во Христе Все решает Вера во Христа Во Христе Нет ни людей Ни людей Ни людей Ни людей Нету Нету Черного Коричневого Желтого Не имеют значения Все во Христе Бог И вот об этом-то Не заботились А только вот Одна обрядность Обрядность Я показываю Что Вот сектанты Которые Ну не православные Они нас задолбят Здесь Вот это про вас же Написано И мы должны Согласиться С ними Да Это про нас Но мы можем Быть не такими Как здесь Павел Говорит Мы не потеряли Главного Говорит С десятины Там Мята Тмина Стоило не оставлять Говорит Того не оставлять Мы не оставили Десятина у нас есть Но мы не ставим Ее во главу Угла Мы держимся Бороды Но вне спасения Мы совершенно Не полагаем Просто надо И все У нас пояс положен носить Ну и что Мне сегодня Говорит один Пишет Марьясов Александров Говорит Куда не пойду На работу Борода Пояс Не понимаю Вот нынче ездил На север И вдруг Я просто Вижу Говорит Требуется Воспитатель Ребенку Ребенку И я Говорит Пошел Захожу К ним А они посмотрели На меня Кто у вас Они говорят Девочка Девочка Воспитателя Ищем Как он ее назвал Я не знаю Там Юлечка Или Светланка Где-то А он так стоит Говорит Смотрите У меня борода Говорит Да кому Такого искали Ну я не знаю Сколько Три или пять лет Я вожу Где-то в садик Дальше Какие занятия Она такие вопросы Задает До того До того Что я девчонка Мы подружились Никуда друг без друга И он сейчас Работает на машине Няня Устроился Оригинально Нянь Саша Оригинально Борода Это сегодня утром Мне сбросили материал Это Господь так делает Вы знаете У нас крещение Принялась Казахстана Валентина Хапилина Какая она Из себя Видная А работала Где-то там Связана с деньгами Бухгалтером Что ли Где-то работала В банке В банке В банке В банке даже Да И ее там Начали притеснять За платок И она пишет Что делать Заработок Хороший здесь Я говорю Доверься Богу Ну и пришлось Дверь закрыть За собратой стороны Ну и Маленько Погоди Где она сейчас Утро В детском садике А? В детском садике Все И платок Не смотрит Ничего И она как раз Такая Она ласковая Внимательная Худоба не научит Ты Богу доверься Вот чего Люди не хватает Распрямись прямо Стой перед Богом Не горбаться Перед этими невеждами Они от злости Лопаются Я не боюсь сказать Вот здесь Выступал Ну когда разговаривал Тут По скайпу Недавно Я говорю Нужно всячески Поддерживать Молитвой Путина Но за ним Многое числится И когда все это Закончится Срок то его Ему уйти надо Плакать молиться За Украину Я говорю За Грузию Где там что это Отхватывали Эти куски то эти Нам это надо было Сколько погибло Это ему есть чем кайф Как на меня напустились Я не боюсь это сказать А проходит время Ой Как вы тогда сказали Сейчас я выставил Сейчас фотографию Леонов А он говорит За оружие не брался Николай Леонов Чемпион мира По кикбоксингу То есть Разная борьба Там без правил А мы с ним А мы с ним по скайпу Беседовали С этим чемпионом Он семинарию Уже окончил Он везде У казаков был И он стоит С автоматом В Кузбассе И все Его убили В автобусе ехали И в автобус Прямо ракетой Долбанули Все погибли До одного Вот это да А мне теперь спрашивают А как вы знали Что он погибнет Я говорю Ты до 50 лет Не доживешь Я ничего не знал Я просто знаю Взявший вещь От меча погибнет Кто ведет в плен Тому самому Длежит пойти в плен Понятно? Аминь Вот они мирные люди растут Мы их учим этому Им надо побороться Вот они поборолись У меня на траве А придет время Все опять на место встало Будут бороться Где надо Мы показывали Тут как у меня Тарасий был И как он Дрова подавал Стоят в очередь И Дрова Вот так Ребятишки-то там Пилят Колят И ребятишки Вот так берут И несут А Витя тут Укладывает вверху Полень А он стоит Вот так вот Сколько там у него Полень Допустим 5 полень Он стоит Ну долго Вот так Кинул их кверху Дрова летят Оттуда Он стоит Ловит Какой по голове Так было? Понимаешь Нет Это тоже Интересно Интересно А там Были Мне говорят А что ты с ними Не строжишься А что строжишься То он играет Он вреда Никакого не сделал Полено ударило Его Он их стоял Как мотнул Вот так кверху А они все И полетели Ну еще Хороший день у нас сегодня Академия Вот так Еще Благодарить Бога Благодария Благодарим Господу Благодарить Божий милостив Будем Грешному Создава мне Господи Помилуй меня Бесчеславие согрешил Господи Прости меня грешного и помилуй за молитву святых отец наши Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас аминь царю небесный утешителю души истины и живи с детства и вся исполняет сокровища благих и жизни подателю прийди и вселись омны и очистены от всяких скверно и спаси блажь и души наши святые Божие святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые Божие святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые Божие святые крепкие святые бессмертные помилуй нас слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков аминь Пресвятая Троица помилуй нас Господи очисти грехи наши Владыка прости беззаконие наше святые посети исцели немощи наше имя и твоего ради Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков аминь Отче наш и же и си на небесе да светится имя Твое да придет царствие Твое да будет воля Твоя яко на небесе и на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь и остави нам долги наши яко же и мы оставляем должником нашим и не веди нас в искушение но избави нас от лука вагон и в твое царство силы и слава во веки аминь Господи какой прекрасный день ты даровал нам как много ты нам сказал если мы в чем погрешили прости нас Владыка святые истины многомилостив и долготерпеливы даруй мир Израилю Россию Украине в Сирии где идет война утиши благослови русский народ благослови правителей в стране умудри их принимать мудрые решения патриархам епископам священникам народу даруй духовное рождение свыше научи нас ценить это драгоценное мирное время мы уповаем на милость твою хвала тебе отец сын и святой дух аминь господи приним нашу молитву воздеяния рук как жертву вечернюю благоухание приятной перед престолом благодати твоей и соедини нашу молитву с молитвами всех святых молящих ты тебе на небе и на земле господи услыши и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них спаси их и помилуй аллилуйя аминь говори господи владыка слушает и слышит раб твой аминь во славу больше спасибо вот как и новая порунджа new порунджа new порунджа это было заснять до заснял да заснял сколько ждала тут сколько ждала ну видишь ну подойди поближе да я заснял это 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 плащ? Нет, плащ? Нет, это плащ? Нет, это плащ? Нет, это плащ? Нет, это плащ? А ты тюрь сам сшила?